С 1 сентября в две смены будут учиться чуть больше сотни тысяч школьников, а в следующем году, по прогнозам регионального Минобразования, их будет уже 126 тысяч. Но проблема сегодня не только в дефиците мест в школах. Большинство зданий нуждаются не просто в косметическом ремонте, напоминает Кондратьев. Их половина, а может больше. Где деревянные окна со щелями, где потолки, которые как бы прямая зависимость от крыши и многое-многое другое. И это тоже наши школы. И это тоже наша проблема. Я обращаюсь с главой муниципальных образований. И там тоже учатся наши дети. И там тоже учится завтрашнее наше общество. Коллеги школы надо строить. Еще раз подчеркиваю, я обращаюсь к себе, к вам и главам. И мы будем их строить. Хватит латать то, что было построено. Не долатаемся. И стены мы у школы не расширим. И пристройками мы ничего не решим. Задача номер один. Создать комфортные условия для работы и учебы. И тогда что-то можно спрашивать. Можно речь вести о качестве образования. Только тогда, когда мы с вами создадим условия. Руководитель региона поручил разработать специальную программу, по которой край на условиях софинансирования с муниципалитетами будут возводить новые здания школ. А главам городов и районов Кондратьев распорядился подготовить площадки под их строительство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова